В этом году Наталья Голубева еще ни разу не выходила на улицу. Боится, что винтажная лестница обрушится. Бабушка всю жизнь работала санитаркой. 40 лет ютится в этой комнате. Здесь аж 13 квадратных метров. Кстати, ей повезло, можно экономить на квитанциях ЖКХ. В доме никогда не было ни ванны, ни туалета. А вода из уличной колонки обходится всего в 63 рубля в месяц. Вот у нас ванна для гигиены, для мытья. Невооруженным глазом видно. Стена отходит, крыша обваливается, квартира продувает. Зато не жарко. Так вот и какой исторический центр города. Улица имени Антона Павловича Чехова. Вот этот дом был построен еще в Российской империи. Кстати, он является памятником архитектуры. Но вот только местные жители боятся, что когда-нибудь эта сама архитектура сложится как карточный домик. Как только дождь, боимся ток, вот он. Боимся, что вода попадет. Не дай бог, это вот здесь трубильник под этим, под целлофаном-то. Не дай бог попадет, это же все. Здесь не выскочит ничего, вот оно все. Я администрацию звонила когда, года, наверное, два назад. Они сказали, что у вас на девятнадцатый год намечен капитальный ремонт. А прошлый год звонил, они говорят, так нет, нету, на девятнадцатый год они уже убрали нас с девятнадцатого года опять. Представители администрации о проблемном доме на Чехова знают. Год назад наши корреспонденты здесь уже были и после визита съемочной группы сюда наведались и сотрудники местного ЖЭО. Но судьба исторического дома по-прежнему неясна. Непонятна и судьба жителей двухэтажки, которых даже не обнадеживают с расселением. Похоже, им так и остается носить воду из колонки и пропитываться историей дальше. Ирина Корчегина, Александр Антропов, Наши новости.